Вам когда-нибудь было интересно, как ваши любимые ютуберы учились в школе? А мне вот резко стало интересно, и поэтому я позвал четырёх своих друзей-ютуберов и решил задать им банальные школьные вопросы. Так что сегодня мы с вами выясним, кто из них лучше знает школьную программу. Всем привет, с вами я, Домер, и я не отличник. Всем здорово, ребят, с вами я, Зони, и... Сегодня меня Хрейд позвал, даже не подготовился, я бы хотя бы конспекты почитал свои в школьной, ё-моё. Всем привет, дорогие друзья, у микрофона, как всегда, я Клайб, ну, Халк, сейчас я уже снимаю маску, и я Клайб. Всем привет. Всем привет, ребята. Сколько существительных предложений кролик побежал в столовую и съел большой салат. Папа-папа-папа-папа-папа-папа. Жесть, ты знаешь, я школу закончил в 2011 году. И вот эти вот все существительные, там, прилагательные, это сейчас нужно себе вспоминать, да, что это вообще значило? Кролик побежал в столовую, кто кролик, съел что? Нет, это что-то не то. Существительных, существительных отвечает на вопрос, кто что, кролик, раз, кто что, кролик, что, а это не на время, да? Нет, нет. Давай считать, значит, ээээ, им существительные, это у нас. Кролик побежал в столовую, съел большой, кто? Большой. Я просто боюсь сказать что-нибудь супер тупое, знаешь, типа, поэтому я скажу просто, пусть будет три. Вот, три пальца моих. И это правильный ответ, да. Сюда. Три. Окей. Это мой окончательный ответ. Окей, и это правильный ответ. Фууууу. Еее, значит, все-таки неплохо в уме там все разложил, наверное. Наугад чисто стрелил. Да не, не, это не наугад будет, это что, я на уверенности говорил полный, ты видел, слышишь, сказал три, и все. Два, два существительных. Это твой окончательный ответ. Окончательный ответ. И это неправильный ответ. Ну, может, правильно, нет? Нет. Может, как-то договоримся, нет? Нет. может перезапишем быстренько я скажу заново просто сколько прямых углов понадобится чтобы превратить острый угол в тупой варианты ответов 1 3 2 или 4 брат у меня 4 балла по математике картинок нету почему мы начали с литературы а ну или с русского до языка а теперь у нас геометрия типа это специально выбираешь какие-то мои любимые предметы с которыми были проблемы до 3 4 4 это уже квадрат какой-то правильно поэтому пусть будет один но пусть будет вариант вида 2 окончательный ответ да и это неправильный ответ сейчас я подумал точно то сюда нет передумал 4 100 процентов это неправильный ответ нет пускай будет один этот окончательный ответ этого окончательный ответ это правильный ответ а я говорил с математикой у меня все хорошо я отличник по математике чем один еще раз попали сколько прямых углов понадобится чтобы превратить острый угол в тупой все видимости тут я только следующий твой вопрос реши уравнение которое ты прямо сейчас видишь на экране какое нахрен уравнение я с уравнениями попрощался в пятом классе и сказал давайте сами решайтесь у меня всегда с этим были проблемы ты знаешь что что сейчас у нынешних школьников с этим намного проще да 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 конечно конечно будешь ты мне еще рассказывать домашка как была проблема так всегда и останется ну смотри есть такая темка яндекс солицы короче приложение может помочь с домашкой по математике достаточно просто навести умную камеру на уравнение и сразу получишь этапы решения и ответ сможешь проверить как ты решил вот например в этом уравнении два ответа либо 4 либо минус 4 ни хрена себе чё так можно было за пять секунд понял всю тему которой учительница посвятила весь урок да более того с умной камеры можно легко найти не знаю незнакомый фильм по фрагменту просто загрузить скриншоты и она узнает что это за кино блин недавно попался отрывок с крутым очень фильмом понравился мне вот только одна проблема я не знаю как он называется может ты знаешь помоги пожалуйста вот у меня только скриншот есть да вообще без проблем не достаточно просто активировать умную камеру сфотографировать этот скриншот и буквально через секунду алиса мне скажет что это за фильм и вот пожалуйста это экранизация манги one piece да тут еще куча всяких фишек и ишка которая может помочь написать текст и вообще на любую тему или придумать какую-нибудь идею а еще распознавание текста больше не нужно тратить время на печатание вручную это конечно все хорошо а откуда ты вообще про это все знаешь да я просто слежу за ее обновлениями советую тебе делать так же поэтому скачиваем уже яндекс алисы и погнали дальше записывать сколько стран в африке варианты ответов 32 56 57 или 54 я не могу ответить на вопрос про существительные и про эти прямые углы ты думаешь я это знаю да африка это не одна страна нет что-то на географии обманули так ну смотри я точно могу сказать что это не 30 с лишним потому что их там реально дофига там вся африка она просто с кучей разных стран вот но это 50 с чем-то получается нужно стоять сколько не ну спасибо что хотя бы спросил я же конечно я же каждый день перед сном обязательно ложусь в кровать и начинаю считать сколько стран в африке вы видишь рисуется звездное небо я по нему посмотрел 56 говорит а вот говорить неправильно это неверный ответ пусть будет что-то между 54 57 56 это твой окончательный ответ ну да я не знаю это неправильный ответ 57 57 это твой окончательный ответ да и это неправильный ответ ну и что 54 пусть будет это твой окончательный ответ сейчас подожди нащупаю да пусть так будет и это правильный ответ реально да ты не шутишь ничего серьезно да вот так вот делают ребятки деньги как называют ученого изучающего горные породы варианты ответов геолог биолог гинеколог гинеколог по-любому ну по-любому он заходит говорит снимайте штаны будем смотреть ваши горные породы все просто но я собирался идти учиться на геолога изначально вот но мне не хватило пару баллов и г тогда я помню чтобы бюджет поступить я пошел на программиста поэтому геолог да это правильный ответ ну ладно если говорить честно тут вообще очень все просто гинеколог минус сразу домой биолог ну наука растениях сразу минус и остается у нас геолог правильно вот этот мужик дача наук и это правильный ответ ёлк это мой окончательный железно-бетонный железно забетонированный бетонный факт какой самый глубокий в мире океан варианты ответов тихий индийский северно-ледовитый я думаю что это тихий потому что он звучит прям по глобальному и всегда тихий океан считается самым большим но наверное глубоким ну пусть будет тихий я ждал этого вопроса всю свою жизнь тихий индийский вариант индийский я выбираю и это неправильный ответ скажи тихий скажи тихий тихий он не может в смысле то есть он забирает сразу два 2 себе номинации первая номинация это самый длинный глубокий нафиг да отлично хорошо будем знать сколько сантиметров в одном дюйме варианты ответов на экране блин хрен знает если честно я в этих дюймах вот этих вот всех не разбираюсь но пусть будет семь с половиной просто наугад это неправильный ответ я знаю что такое гектар я знаю что такая сотка я знаю что такое короче я много чего знаю а вот что такое этот ваш дюйм ну раз ты не знаешь что такое дюйм то мне есть что тебе предложить конечно это все можно загуглить но уж лучше тебе об этом расскажут мои друзья из стобального репетитора стобальный репетитор это такая топовая онлайн школа которая готовит вас к г и егэ и там есть буквально все чтобы написать экзамен на самые лучшие баллы а именно три занятия в неделю по два часа и домашние задания которые похожи по структуре на варианты кимов которые кстати проверяются специальными людьми как на настоящем экзамене регулярные пробники и контроль вашего прогресса и даже личный куратор который может проконсультировать вас по любому вопросу и помочь с выбором вуза для поступления еще есть отдел психологической помощи представляете и на нем натуре помогут снять стресс и тревогу по поводу учебы более 130 тысяч человек подготовились и сдали экзамены при помощи 100 бального репетитора а 583 ученика сдали егэ на 100 баллов прикиньте вы можете быть среди них ребят поторопитесь потому что до экзаменов остается буквально полгода но даже в таком случае это идеально подходящий срок для хорошей подготовки сейчас 100 баллов стартовала запись на полугодовые курсы подготовки к егэ и угэ до 26 ноября действуют специальные скидки 20 процентов на каждый месяц курса еще специальный подгон от меня забирайте специальный промокод на дополнительную скидку кроме того в подарок получить еще один жирный бонус буквально жирный курс жир который поможет вам получить до 20 и более дополнительных баллов к текущему результату ты еще здесь беги по ссылке в описании и начинай готовиться к экзаменам вместо стобальным и получать специальные подарки окончательный ответ 3 сантиметра 3 и это неправильно это да нафиг я не понимаю как правильно отвечать ты ты врешь все ты врешь ну потому что ну дюйм он не может быть в 7 раз длиннее сантиметра хотя бы в 2 брат я не гребу сколько в дюймах сантиметров да да я не гребу сколько в дюймах сантиметра почему не в 3 ну три много то у меня же монитор 24 дюйма сейчас я прикинул так на глазик гений сейчас прикинем не 7 сантиметров это дофига типа всем мы сразу откидываем не 4 тоже не возит а то есть 254 нормально да ну короче либо 254 либо 3 но пускай будет 254 и это правильный ответ сюда как назывались корабли викингов варианты ответов бриг фрегат дракаж карбас карбас попали на карбасе типа на колбасе на карбасе пускай будет данные я не знаю меня в школе не учили на чем пугают викинги ну или учили но я там не был и это неправильный ответ ты уверен что должен этот ценам отвечать мне может не пойду брик этого твой окончательна да ты уверен в этом да и это не правильно то брик этого окончательно ответreten окончательно и это не которые летят грегат дракаж карбас дракар этого окочить которых он горлода и это правильно ответ укажите единицу измерения атмосферного давления варианты ответов ньютон паскаль ампер это либо ньютон либо паскаль почему-то вроде бы как в паскалях это измеряется если мне память не изменяет ну что ньютонов я не помню чтобы так атмосферу измеряли вообще в целом будет паскаль паскаль значит паскаль паскаль этого окончательный цвет ньютон уверен паскаль да ты определись но ньютон этот паскаль паскаль стопудово паскаль я вспомнил паскаль и это правильный ответ конечно что делает бисектриса бесит я знаю бисектриса это в математике это я сто процентов уверен что она делает я не грибу ну пусть будет но лично меня вот меня она уже бесит если вас тоже ребят то давайте сделаем бисектрису правильным ответом пусть будет бесит но бисектриса ну не не знаю я в математике не сильно силен после пятого класса был поэтому не знаю то есть мы пропускаем нет пусть будет бесит как я пропускаю бесит бисектриса бесит ой 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 это же тот самый вопрос из-за которого меня выгнали с класса да она делит угол пополам меня выгнали с меня выгнали с класса и заставили меня учить вот этот вот грёбаный вопрос и пока я его не выучил меня не впустили в класс поэтому бисектриса делит угол пополам я это знаю это правильный ответ молодец спасибо так делит что там благо-то поговорка даже школе бисектриса будто крыса что там что-то делит угол пополам что такое было делит угол пополам молодец это да хоть три сколько там вопросов будет правильных нафиг какому классу принадлежит акса вот и рыбы рептилии земноводные или паразиты если бы я знал я бы тебе сразу сказал но так как я не знаю мне нужно подумать вот это вроде хрень которая получается когда какой-то организм не помню какой-то вид организмов не успевает развиться до нужного этапа и получается слоты вроде так если я не путаю что-то с чем-то другим ну майнкрафте не если не милый но в реальной жизни они уроды если честно вот ну это мое субъективное мнение конечно то есть как бы кому как на попе пожалуйста на каком предмете в школе это преподают биологи а у тебя точно на биологии было оксалут или у меня нет я не знаю я прогуливал не паразиты точно не рептилии точно либо земноводные либо еще какой вариант у нас рыбы рыбы ну земноводная земноводная это который плавает из земли и воде правильно наверно ну паразиты думаю точно нет ну паразиты наверное вряд ли потому что это все-таки какие-то микроорганизмы вот но они кому-то присасываются не знаю слоты присасываются кому вот я не знаю умеют ли они по по земле в земле они могут выжить типа на суше но я вроде было подруги дома и они у него в аквариуме были так что скорее всего не ну возможно они могут на суше ищут я вот хрен знает я просто майнкрафте аксалот ли никогда не выпускал вот так вот типа поплескаться по суше так бы я бы точно ответил а с ними вообще в майне почти не взаимодействовал ну как аксалута нельзя из воды вытаскивать я слышал потому что ну типа все он ножок получит поэтому папа-пам ну рыбка если я скажу мне кажется подвох какой-то есть он не может быть просто рыбы он явно какой-то загадочный персонаж земного земноводные и земной водные да это твой окончательный ответ нет конечно я не грибу но я либо вода либо земноводные земноводные земля и вода правильно значит и а чисто вода значит неправильно пусть будет и на земле и в воде все два лучше чем одно рыба не на из помоем в майнкрафте он может по земле бегать земноводная аксалута земноводный мужик рептилий либо рыба рыбы либо на земноводные вряд ли земноводные не на земле еще но мне кажется непосредственно не могут ну пусть будет блин просто сейчас вечер рыба это окажутся какие-то рептилии будет обидно пусть будут рыбы и это твой окончательный ответ ну а чё делать то еще рептилии да земноводная пускай будет пофиг рыбка 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 земноводная это окончательный ответ окончательно правильно я слышу правильный это правильный ответ конечно перечисли все падежи за 15 секунд что такое падежи именительная родительный дательный творительный иван девчонку велел тащить пеленку творительный и в а пеленку папа папа последний на п этот который раз два три четыре он родительный предложный именительные иванительные родительные дательный папа 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 а родители сказал давить падежи это именно существительное прилагательное вот это именительный родительный дательный творительный последний не помню вообще хути бей простите учительница по русскому языку вот так вот ребятки но я пытался Ну, существительное, прилагательное Прекметник Займенник Последнее вообще вспомнить не могу Ну, это, типа, уже давно было, типа, реально Я не вспомню, типа, я помню поговорку, типа, вот была поговорка У нас, типа, Иван родил девчонку Велел тащить пеленку, вот И, типа, по первым буквам ты должен был сориентироваться Типа, Иван, типа, именительный Р, ну, родил Это, значит, родительный Потом дательный, ну и так далее Понял, короче, последнее не могу вообще никак вспомнить В каком городе находится Пизанская башня? Варианты ответов Париж, Леон, Ницца, Пиза Париж, Леон, да? Да Это как из Бравл Старса, я так знаю Ницца, это как будто бы какой-то немецкий город Я не знаю, вот, не знаю, как мне так кажется Хотя, возможно, нет Леон, не знаю, вообще лев какой-то Леон точно нет? Париж точно нет? Я нафиг не знаю, как отвечать на это Да что ты присылал ко мне? Нафиг, хорошо Пизанская башня Ну, что это у нас такое? Пизанская башня Ну, то есть, что-то явно большое, правильно? Пизанская башня, где же она может быть? Может, в Пизе? Леон точно нет Пиза точно нет Париж, либо Леон А, нет, стоп, Париж, либо что еще? Пиза Пускай будет город Пиза И это правильный ответ Так, ну пусть будет в Пизе, не знаю Пизанская башня Это твой окончательный ответ Да, я не знаю, где она находится, если честно Ну, пусть будет там И это правильный ответ Неплохо, неплохо. Дедукция сработала. Ну пусть будет Париж. Окончательный ответ. И это неправильный ответ. Конечно, конечно. Это как его? Это будет у нас этот... Эльфилова. Эльфилова, да. А это у нас Пизанская башня. Она в этом. Где? В Пизе. То есть... Последний вопрос. Какой прибор не является электрическим? Варианты ответов. Тостер, металлоискатель, микроскоп, Тесла. Легчайшая. Легчайшая. Это по-любому Тесла. Тесла не электрический автомобиль. Ее не позиционируют как электрический автомобиль. Она вообще передвигается на воздухе. Поэтому такой закон природы. И поэтому с уверенностью могу сказать, что Тесла как бы не подходит к этому ответу. Металлоискатель, он в целом, ну, наверное, тоже... Ну, хотя, может, там тоже есть какой-то интерфейс. Ну, разный бывает. Знаешь, тут как бы металлоискатель тоже, скорее всего, на электричестве. А вот микроскопы, они могут же быть, типа, ну... Есть технологические, то есть, которые на электричестве тоже работают. А есть те, которые просто стеклышки. То есть, ты в них просто смотришь и получаешь нужный результат. Не, ну я думаю, Тесла 100%. Она ж не электрическая, 100%. Ребята, она ж ездит на пару. На пару, как поезд она ездит. Вы видели? Нет, не видели? Там труба сзади торчит, дымит. Ладно, шучу. Микроскоп, конечно. Конечно же, микроскоп. Здесь, скорее всего, это микроскоп, да. Микроскоп, не электрический. Микроскоп стопудово. 100%, но микроскоп, ну там... И это правильный ответ. Конечно, правильный. Что-то меня смущает, что я знал всегда это, я знал всегда. Ну и на этом, как бы, все. Результаты, если что, на экране. Кто лучше знает школьную программу, вы можете делать выводы сами. И всем пока. Спасибо огромное, что позвали. Надеюсь, я не самый глупый из тех, кто был людей. Всем удачи, всем пока. Учитесь в школе. Учите английский. Вот, в общем, с вами был я, Клайб. Я очень надеюсь, что я вас не подвел. Хотя я вас подвел, я нифига не знаю за это. Я прошу прощения. В следующий раз подготовлюсь. Выучу все, что можно. Выучу биологию, окружающий мир. Географию, математику. Где Пизанская башня находится. Все буду знать. Так, ну что, ребята, всем пока. Давайте увидимся. Я в школе был последний раз 15 лет назад. Поэтому меня не спрашивайте. Подписывайтесь на канал Харейда. Учитесь в школе. И когда-нибудь оно вам пригодится. Пока.